Так, давайте поделюсь своими знаниями, своими наблюдениями, где же живут бесы, лярвы, демоны, русалки, джины и так далее. Ну, мы все в детстве, да, нас пугали чертями, бесами. Или взрослее мы слышали от людей, там, меня эта музыка бесит, меня этот человек бесит, там, меня вот такая обстановка бесит. Это означает, что бесы, лярвы, демоны и так далее, их нигде нету, они живут как раз в сознании, в сознании людей. Или, например, вы видели, как вот там трезвый человек вот так себя ведет, принял на грудь пол-литра или даже меньше, и превратился вообще в непонятно что, и бесы из него лезут, да, вот так вот тоже люди говорят. Так вот, эти самые бесы, они существуют, существуют реально, у них собственное сознание, и они живут непосредственно в нервной системе, в людях. Они живут конкретно в лимбическом мозге, это их прям вот любимый дом обитания, и в рептильном мозге. Они туда заходят по праву того, что они здесь тоже очень долго живут, знают, как туда входить, то есть там существует как бы разрыв, то есть у человека какая-то травма, какое-то событие, он начинает как бы, можно сказать, вибрировать, это вот так на шизотерическом языке. Или у него такая как бы дырочка образуется, в которую входят как раз вот такие вот сущности. Это может быть также души умерших. Например, вот если человек потребляет алкоголь, наркотики, другие какие-то психотропы, то с каждым таким сеансом в него заходит новая-новая, как бы вот такая сущность. И со временем, да, вот никто не спивается за один раз. Ну, один раз набухался, ничего страшного, как бы, да. Потом еще один сеанс, еще и человек потихонечку деградирует. Ему все тяжелее скрывать своих бесов, лярв, демонов, они все сильнее лезут наружу. Вот, очень сильно портят жизнь, человек деградирует, там портятся отношения, там на работе проблемы и так далее, и так далее. Вот, можно всю жизнь вот так вот под горочку спустить, а можно остановиться, если человек уже понял, что что-то не так. Вот, например, бывает ситуация, когда вы говорите, что человек вот, что он бухает, да, что он алкаш. Он говорит, да нет, я что, я не пьяный. Или вот он сидит, да я не пьяный, я трезвый. И близкие страдают, а ему все хорошо, он там, да, пробивает, там, прокалывает, еще что-то, все имущество из дома. Вот, и до той поры, пока он сам не осознает, что что-то не так, блин, деградирует. Что-то вот в трезвом состоянии обычно такие люди принимают такие вот решения, хочу, хочу избавиться, а вот уже потом хотелки недостаточно. Уже потом демоны овладевают человеческой жизнью, они им манипулируют, и уже оттуда вырваться самому бесполезно. Там уже нужно, чтобы кто-то помог. Кто помог, сейчас чуть позже об этом тоже поговорим. Продолжение следует...